Добрый вечер всем, кто с нами на одной волне. У микрофона Ольга Клеменкова. За режиссёрским пультом Антон Никитин. На волнах Радио России и Санкт-Петербург музыкальная гостиная. Санкт-Петербург Санкт-Петербург Мы открыли программу фанфарами из оперы Клаудио Монтеверди «Орфей». Прозвучали они в исполнении творческой группы «Сити-мьюзик-бэнд». Любители музыки, особенно завсегдатые наших музыкальных вечеров, знают, что каждую осень в историческом центре Санкт-Петербурга на его акустических концертных площадках буквально расцветает сольное и ансамблевое исполнительство на духовых инструментах во всевозможных известных жанрах. И музыкальная гостиная сегодня приветствует участницу нашего эфира, учредителя и председателя Фонда культурных проектов «Городу и миру», лауреата, дипломанта и организатора российских и международных фестивалей, композитора, аранжировщика и пианистку Ирину Вакуленко. Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер. В силу всем известных обстоятельств мы по-прежнему общаемся с участниками наших передач в системе удаленного общения. А вот как жизнь ваших проектов изменилась ли в условиях пандемии? Пришлось ли от чего-то отказаться? А что будет по-прежнему радовать любителей музыки? Ну, мы продолжаем нашу деятельность. Единственное, что вот международный фестиваль, традиционный многолетний фестиваль «Брасосень», он уже в прошлом году был с участием иностранных солистов, музыкантов, «Брас-музыкантов» онлайн. Да, да, я помню. И в этом году, естественно, они также не могут приехать, а статус у нас международный фестиваль. И мы, конечно, продолжаем нашу деятельность с музыкантами Санкт-Петербурга. «Брасосень» по своему внутреннему наполнению она продолжает быть в нашем городе, где она приходит. А вот проект мы делаем новый, который включает идеи и «Брасосени», и совершенно новый, который связан с городом, с нашим замечательным, любимым городом Санкт-Петербургом. Этот проект называется «Сити Мьюзик». По-прежнему эти же замечательные площадки в центре города, да? Безусловно. Конечно, изначально, еще в 2003 году, мы начинали на площадках Невского проспекта, ведь это сердце нашего города, Невский проспект, вот исторический центр города. По-прежнему мы начинаем так же, как и в 2003 году. Это библиотека «Фонтанка-36», наша публичная библиотека, концертный зал российской национальной библиотеки. Это бывший итальянский дворец, который построил Джаком и Кваренги. И замечательный концертный зал с удивительной, безупречной акустикой. Еще наша площадка «Шереметерский дворец», рядом «Фонтанка-36». Также мы когда-то начинали, тот фестиваль назывался «Романтическая труба», а потом вот он уже стал «Осень», «Брас-осень». Мы меняли названия периодически, «Духовые сезоны Петербурга». И сейчас наш проектор и музыканты из Санкт-Петербурга называется «Сити Мьюзик». Сама по себе тема немножко более конкретная стала. Связь музыки и города, музыкального искусства и социума. Вот какая связь? Цикл таких концертов у нас будет. Прекрасно. Все знают вашу преданность духовым инструментам, преданность вот этому делу, «Брас-делу», что ли, если можно так выразиться. И все музыканты и любители музыки, конечно, ждут ваших проектов. Я думаю, что мы сейчас немножечко прервемся для того, чтобы послушать музыку. Я предлагаю послушать композицию, которая называется «Удивительное благословение». И это вот любезно предоставленные вами записи тоже в исполнении «Сити Мьюзик Бэнда», да? Совершенно верно. Итак, слушаем «Удивительное благословение». «Удивительное благословение» «Удивительное благословение» «Удивительное благословение» «Удивительное благословение» «Удивительное благословение» Субтитры подогнал «Симон» 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 Ирина, я так понимаю, что проект «Сити Мьюзик» анонсируется вот как раз концертом, который состоится уже в сентябре, да? Но он состоится не на этих площадках, которые мы перечислили, да? Ну, тоже в центре, тоже известная площадка и тоже площадка, на которой мы в 2003 году выступали. Наш самый первый проект открывали, это известный всем джаз-клуб JFC на Шпалерной 33, недалеко от набережной. Вот в этом клубе мы будем выступать концертом, который будет анонсировать вот «Сити Мьюзик» проект. А концерт у нас называется «Джаз Поп Стейшн». Там еще будет такая история, как «Коктейль» от «Сити Мьюзик Бэнд». Это как бы концертный сериал тоже предполагается открыть, да? Мы предполагаем дальше, вот как это пойдет. Сейчас очень сложно вообще предсказать, что будет. Мы, конечно, планируем именно в JFC, это новая для нас все-таки площадка, и планируем цикл вот таких концертов, именно концертный сериал, вот такой жанр, который у нас уже используем. Придумали его, может, так как-то он оформился в нашем творчестве. И хотим вот посвященный такой коктейль от «Сити Мьюзик Бэнд», посвященный звездам, звездам кино, связанным именно с брас-музыкой, звездам театра, опять-таки, все это брас-музыка. Это как раз ждет тех, кто придет 24 сентября в клуб JFC. Да, ну этот концерт будет 24 числа, он самый первый, первый в сезоне, первый у нас на площадке JFC для первого нового проекта. И он тоже жанр инструментального театра представляет. Но вот здесь такая интересная история, вот, сценарий вдохновлен вот такими размышлениями нашими, вот, артистов с этим «Юзик Бэнд», солистами. Мы думали, а что будет? У нас своего рода такая творческая мастерская. В антрактах, в перерывах между репетициями мы можем пообщаться. И вот такая возникла идея, а что будет, если в одном пространстве окажутся музыканты разных столетий? Вот как они могут отнестись, старинные метры, к джазменам, и, в свою очередь, джазмены, к тому далекому искусству? Казалось бы, вот часто же, вот конкретно мы же... Ну, конечно, замечательная идея, кстати. ...разницы, вот один стиль такой. Был период, когда один был предпочтительным, а другой низменный. Ну и так далее. Были разные всякие веяния, да? Сейчас этого нет, мне кажется. Это хорошо, интересно. И вот мы подумали, а как они бы вот именно конкретно, вот эти метры... Потому что наверняка они бы джазменов увлекли. Своей энергетикой, своим вот таким... Да. И на основе вот таких представлений мы создали такую концертную программу. Вот это не совсем обычно, конечно, что в GFC, может быть, и появятся там Вивальди или Альбинони. Но вот как они отреагируют на музыку 21 века, как они себя будут чувствовать, импровизатор есть импровизатор. Это здорово. Оказывается, что, в принципе, в музыке... Ну, мы уже не раз говорили о том, что нет ни границ, ни пространственных, ни временных. Конечно, свобода. Музыка — это свобода. И она творчество. А творчество — это жизнь. Вот примерно ту же самую идею мы ее развиваем. Такая история, она будет увлекательная, любопытная, потому что музыканты дают краткие комментарии... К музыкальным номерам, да? Да, в легкой форме, вот к самому явлению, к встрече, например, Вивальди с местными джазменами. А то есть вы даже сочиняете некие диалоги между ними, да, словесные? Да, они есть. Они в таком стиле свободного рэпа. Не классический рэп агрессивный, а вот такой поп-рэп, я бы сказала. Да, их много сейчас всяких направлений. Вот они рассказывают, вот такая есть история, есть общение между произведениями, есть общение между музыкантами. Они как бы играют, они находятся вот в некоем баре, вот как бы перемещаются в другую эпоху. Вот появляются в этом баре вдруг вот сначала Вивальди, потом Альбинони, они играют, они музицируют. Кто-то принимает их, кто-то не принимает, кто-то спорит. Критически очень настроены, что такие самозванцы и так далее. Но потом вот как бы все равно это все происходит средствами музыки, приходят вот к такому осознанию, ощущению вот этого единого целого, называемой музыкой. Замечательная идея, настоящий музыкальный театр, инструментальный театр, да? Безусловно, потому что средствами только, конечно, инструментальной музыки. Ну, это идея древняя, еще идущая из античности, когда вот у нас один концерт будет даже посвящен этому. Когда было разделение, музыка делилась на музыку космоса, там, музыку человеческую, которая потом перешла, так сказать, в медицину, и, собственно, музыку. И музыка подразумевалась только инструментальная, как высшая степень музыкального интеллекта. Низшие уже степени шли музыка с текстом. Вот что дело. Ну, замечательно. Инструментальная, она вот как бы на вершине вот этой пирамиды музыки находится. Давайте для тех, кто все-таки не все же попадут на этот концерт, давайте предложим что-нибудь послушать нашим радиослушателям, что, может быть, даже прозвучит в этом концерте. Я предлагаю послушать из жаровой классики одну замечательную композицию, которая, ну, отвечает нашим прогулкам во времени и пространстве музыкальным. «Ант Низ Бехэвен» «Я хорошо себя веду» – композитор Сайд Соллер. «Ант Низ Бехэвен» «Ант Низ Бехэвен» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 То есть вот элементы у нас очень такое слияние, жанровое слияние, стилевое, большая панорама музыкальных направлений. Это довольно интересно, и еще интересно, что каждая программа, она составлена конкретно под наших, конечно, музыкантов, которым нравится игра. Все как бы заточены на игру в смысле, не в смысле игры, в профессиональной это понятно, музыкальной, а игры вот в некий сюжет, в некий параллельный мир. Но они такие креативные у вас, очень духовики, очень интересные со своим взглядом на музыку, на жизнь. И это увлекает, это интересно, это слышно, это зрителю, конечно, передается, и поэтому энергетический такой отклик у зрителей, конечно, сразу находит. Он получает вот эту энергию и откликается. Сначала, конечно, зритель не понимает вообще, что происходит, потому что привык приходить на концерты. И вдруг здесь начинается некая история, да, да, причем как это, что вот они что-то говорят, они могут в этот момент, они импровизируют. У них есть точный текст, но они каждый раз, это интересно нам всем самим, потому что вдруг кто-то начинает куда-то его, ну, увлекается, музыканцы. Не говоря о том, что они импровизируют музыкальные какие-то, вот особенно джазовые там вещи, там есть для этого поле. Самое главное для музыканта самому получать на сцене удовольствие, самому не знать, что произойдет через мгновение, самому строить вот на глазах у публики эту музыку, эти репризы, вот именно это дорого очень в концерте. Даже если это академическая музыка, а уж не говоря вот об этом вашем лице, о вашем ноу-хау, который предполагает вот такие вот театральные игры. Я вот хочу, чтобы вы прокомментировали следующий музыкальный номер, он называется «Нет коррупции». Мы его наметили послушать в этом месте программы. Эту композицию написал в стиле фанк наш солист Константин Стуков, известный трубач петербургский. Называется эта композиция «Нет коррупции», это тоже такой импровизационный жанр. Ну, нет, не в смысле нет его у нас вокруг, а нет, посыл такой, нет, мы говорим нет. Мы против коррупции. Да, совершенно верно, и это в музыке слышно, вот эта крепкая, твёрдая позиция. И, надо сказать, модная позиция. К сожалению, слушаем «Нет коррупции». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я думаю, что будет справедливо назвать поимен на всех артистов музыкального театра «Сити-мюзик-бэнд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА